Приветствую всех, кто меня смотрит, с вами снова Вета, и мы вернулись в игру The Sims 2 Live Stories к нашей замечательной Ритолете, которая сейчас у нас сладко спит. Я думаю, стоит запустить игру, посмотреть на то, как она храпит, как она думает о себе, ну и немножечко поговорить, пока у нас есть время. Я, на самом деле, долго думала, кого же я буду записывать, Ритолету или Алису, все-таки я планировала как-то, ну, чередовать эти истории, раз уж я записываю две подряд, но сегодня все-таки мне захотелось записывать именно Ритолету, как она смешно спит, и какой-то у нее баг с волосами, но я думаю, вы это видите. Все-таки, не знаю, как-то Ритолета, я ее все-таки почти прошла, она для меня довольно была интересная, ну, хотя с Алисой тоже довольно любопытно, потому что я вообще понятия не имею, что там будет. Ну, в общем, сегодня у нас с вами Ритолета. Правда, я не знаю, когда я смогу залить видео на канал, потому что сейчас я заливаю предыдущее видео, которое я сняла уже давным-давно, ну, и вообще я как-то совершенно не занималась в последнее время своим каналом, просто потому что у меня не было времени, учеба, все дела, новая жизнь, новое все, но я думаю, вы меня поймете. Ну, и плюс ко всему еще все-таки не всегда находится время. Ладно, давайте все-таки немножечко ускоримся, будем играть, у нас бодрость уже почти повысилась. Ага, сегодня Ритолета не идет на работу, это замечательно, я думаю, сегодня будет у нас довольно-таки интересный день. Все-таки не зря у нас с вами выходной, давайте уберем все книги, все-таки нужно будет Ритолете спать на кровати тетушки, потому что на этой кровати у нее лучше повышается бодрость, нежели на этой простенькой кроватке, по-моему, это самая дешевая кровать, которая только могут быть в Sims 2. Ага, давайте посмотрим, нужно ли нам что-нибудь почистить, а то с уютом у нас вообще что-то странное. Раковину не надо, вот это надо вымыть, вот это надо починить, надеюсь, со стоком не дернет, это надо тоже вымыть. Да, это вообще лампочка, холодильник у нас вроде как не моется, ванна все хорошо, тут все хорошо, тут тоже все хорошо, ну и везде, в общем, у нас все замечательно пока что. А, вот еще почистить нужно туалет, а то из него скоро звоняет, я так чувствую. В общем, работы у нас довольно много сейчас, и, кстати, потребности у нас довольно-таки хорошие, что, на самом деле, очень удивительно для Sims 2. Ладно, все, хорош спать, давай поднимайся и повышай свой уют. И, конечно же, по-хорошему нужно переодеться в повседневную одежду, чтобы не было больше такого казуса с ночнушками, как у нас это было в прошлой серии, но я думаю, вы все помните. Так, поехали, нужно застелить кроватку и выкинуть старые газеты. Ладно, пока она все это делает, мы можем ускориться, потому что ничего особо интересного мы с вами не увидим. Выкидываем газеты, из одной из них мы можем сделать самолетик, я прекрасно на это посмотрю. Так, что? Блин, блин, нас... блин, нас дернуло током. Черт, черт. Господи, как хорошо, что она не умерла от этого. Блин, вы только посмотрите на нее, вы посмотрите. Не-не-не, дорогуша, не надо переодеваться. Блин, как она смешно выглядит. Ну-ка. Ам, ладно, она уже чистая. Отлично. Ладно, давайте примем пенную ванну. У нас, кстати, уже и питание как-то уменьшилось. Она, видимо, от неожиданности проголодалась. Ладно, мы попробуем с вами еще раз починить эту фигню. А где-то жужжат мухи, я это слышу. Я могу понять, где... А, господи. Ладно, давайте продолжим эту фигню готовить. А то что-то как-то странно. Мухи жужжат прямо над этой фигней. Ой, ну что-то помылась, дорогая. Ладно. Можем ответить на звонок. Кстати, заметили, что у нее звонит одновременно и мобильный, и домашний телефоны. Это немножко странно. Ага. Привет, это Лето. Это Микки. Может, встретимся после обеда в старом парке и погуляем? Ну, конечно, встретимся, дорогой. О чем ты говоришь? О-о-о-о. Микки пригласил меня погулять в парке после обеда. Надеюсь, теперь это все прояснится. Ну, да, я тоже надеюсь, что ты, наконец-то, определишься с кем-то, хочешь быть. Хотя, кого я обманываю, ни хрена ты в этой серии не определишься. Блин, у нас еще и ванная сломалась. Отлично. Вообще, просто... Я не знаю, у вас что в этой серии все ломаться будет. Ладно, давайте поговорим с Микки, только, пожалуйста, не портите с ним отношения. Давай заканчиваю болтать и давай все-таки попробуем все тут нафиг починить. Посмотрим пока цель. Поездка в парк. Я очень рада, что Микки пригласил меня погулять в парке после обеда. Надеюсь, теперь-то все прояснится. Эх, вот со мной всегда так. Еда и мужчины. Так, 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 блин, там лужи еще... Еще больше натекла. Так, все, хорош болтать. Давай, до свидания, Микки. Давайте всю эту гадость уберем с вами наконец-то. А, сейчас уют упадет, ага. Вот, все, видите, уют почти до нуля упал. Ладно, надеюсь, ванная тебя током не убьет. Хотя она не... Не может тебя убить. Да блин, сколько можно-то, а? Эть, Микки звонит. Господи, ты что, не договорился, что ли, с ней? Блин, слушайте, смотрите, как падают наши потребности. Короче, нафиг. Давай, чини эту фигню и пошли жрать. Это сейчас слово. Пообедать. А, ладно, ты сама уже все за меня сделала. Ну что, что ты будешь кушать у нас? Ладно, кушай салатик или что это у нас там? Слушайте, а что бодрость у нас так падает-то? Я не поняла. Ладно. Воспользуемся туалетом. Вытрем лужу. Потом уберем вот это. Блин, так чувствую, когда придет обеденное время, уже Микки не захочет с нами нигде гулять. Слушайте, это что-то вообще не дело. Ладно, давайте поспим в пижаме тогда. Так, господи, пожалуйста, только не бейте ее током. Я вас очень прошу. Господи, слава богу. Так, ну вроде как все. Блин, слушайте, ни хрена моя не починили. Что за фигня? Народ, что за фигня? Ладно, давайте позвоним. Пусть немножечко поспим. На одном поднимем наш досуг. Все, хорош спать. Я думаю, мы пожрать с Микки сможем. Так. Не-не-не, стоп, 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 стоп. Не будем повторять больших ошибок. Переоденемся в повседневную одежду. Теперь продолжим готовить. Ага. Господи, это еще и сгорело. Ну слава тебе, господи. Вот это и есть не будешь. Так, фу, есть. Так, теперь мы это пробираемся. Теперь подкрепиться чипсы. И пора звонить Микки. Все. Ой. Что-то как-то мы совсем с вами припозднились. Нифига себе после обеда погулять, блин. Угу. Вгласить персонажа на участок. Приглашаем с вами Микки. Нашу. Что, серьезно? Я не могу ответить на ваш звонок? Блин. Что за фигня? Ладно. Давайте попробуем починить нашу фигню. Что, мы ее починили? Фух, мы ее починили. Слава богу. Ладно, давайте почистим аквариум. И еще раз позвоним Микки. Мои настойчивые. Пригласить персонажа на участок. Приглашаем Микки. Блин. Так, вроде же время-то не позднее. Блин, что-то как-то вообще не круто. Ну ладно. Давайте тогда будем, не знаю, прибираться дальше. Ладно, можешь почитать газетку, родная. Ладно, читай. Так. Давай выбросим эту газету тоже. А из этой мы сделаем самолетик. Все, я придумала. И где самолетик? А, вот самолетик. Играть. Давайте посмотрим, как она играет со самолетиком. Уи! Классно! Давай. Что это было? Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Слушайте, давайте еще раз попробуем позвонить Микки. Хотя это уже, на мой взгляд, не очень хорошая идея. Господи. Милота какая. Давайте пригласим персонажа. Микки. О, господи. Ну и пошел ты знаешь куда. Ладно, неважно. Давайте попробуем сделать это на следующий день. А сейчас давайте, ну не знаю, просто позанимаемся приведением себя в порядок. А то смотрите, какие у нас нужды фиговые. Ну и заодно все еще раз приберем, застелим, уберем. И я, наверное, вернусь к вам через некоторое время. Ну все, друзья мои, пробуем звонить Микки. Пригласить персонажа на участок. Микки Смит. Так, я что-то не поняла. И что у нас за фигня? Слушайте, или нам самим надо отправиться в парк. Ладно, давайте попробуем просто вызвать такси. Я не знаю. Не, не надо нам это что-то нажимать. Давай. Блин. 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 Вызвать такси нет. Не надо играть в дартс. Какой парк-то хоть? А, никакой. Ладно, надеюсь, что если мы просто поедем в парк, то все будет замечательно. Ага. Вот, старый парк. Слава богу, он всего один. А то знаете, как оно бывает? Ты едешь в парк, потом понимаешь, что ты приехал не в тот парк. Но это, в принципе, как у меня было с Алисой. Ну вот, мы приехали. Кстати, тут такая прикольная свадебная арка. Ага, вот, мы выполнили цель. Блин, какая же я все-таки дура. Мы могли сделать это все намного раньше. Я зачем-то всрала целый день. Ну ладно. Так, Микки еще не пришел. Ну и хорошо, у меня будет несколько минут, чтобы все обдумать как следует. Что мы с вами будем делать? Цель, но все то же самое. Ладно, давайте поболтаем. Заказать кофе. Эх, кофе. Я кофе не пью. О, мужик. О. Эту бабу я тоже помню. Давай, приходи, приходи, приходи. Вот она. Ада Синклер. Так ее зовут. Вы ведь Виталетта, верно? Приятно познакомиться. Меня зовут Ада Синклер. Я работаю с Диланом Киксом. Вы ведь с ним знакомы? Дилан только о вас и говорит на работе. Он очень тепло отзывается о вас и вашей тете. Передавайте при случае привет. В любом случае, мне приятно с вами познакомиться. Мне, допустим, тоже приятно с тобой познакомиться. Кстати, это довольно мило вы... О, Микки. Привет, это Виталетта. Прости, что опоздал. Э, что это еще за фигня? Не пойти бы тебе. Так. Они у меня еще от своей болтовней. Ты голодна? Я купил по дороге хот-догов и гамбургеров. Их можно поджарить на гриле. Вот только я себя боюсь связываться с грилем. Плохие воспоминания из детства. Ну, ты понимаешь. Ты не против все сделать сама? Нормально! Кто же мне мужик, блин? Меня так и пышет жаром. Так. Ладно. У меня кое-что пострашнее. Аутосклерофобия. Я хрен знает, что это такое. Ну ладно, сейчас давайте поищем гриль. И поджарим все сами. Раз уж мужик отказывается все это дело делать. Хотя это очень странно. Мужик, он должен жарить шашлыки. Жарить хот-доги. Он должен жарить все. Я бы сейчас еще добавила, но... Что, серьезно? Это очень хреновые гамбургеры. Ладно, дайте попробовать поджарить хот-доги. Вот, все, хот-доги у нас поджарить получилось. Ура. А это, кстати, можно убрать? Ладно, давайте уберем эту горелую еду. Ну, какая молодец. Кушает она наши гамбургеры. Ты еще хот-доги. О, боже мой, Ритолета. Так, ладно, все, давайте просто как-нибудь успокоимся и соберемся. А то я всю эту серию только делаю, что нервничаю и спешу что-то сделать. Ладно, поехали. Да, Микки мужчина моей мечты. Он такой милый искренний, он просто лапочка. Может, пощекотать его? А вдруг ему будет приятно? Ладно, давайте пощекочем. Давай, дай быстрее свой хот-дог. Хот-дог. Вообще, у тебя уже как-то падает общение. Давайте... Где вообще Микки? Вот, давайте пощекочем его. Щекотать. Давай, иди скорее сюда. Ой, щекотулечки. Щекотулечки. Вы что, исполнили? Исполнили, отлично. Давай. Так, ладно. Ну, хватит детских игр. Микки, мне слишком нравится, чтобы... Смотри-ка, да там же качели. Ну, ясно, ясно. Ритолета все еще ребенок в душе. Давай, я не знаю. Обнимись с ним. Обнимись. Так. Кстати, качели нам пока что еще недоступны. Качели любви. Нет, ничего романтичнее, чтобы покататься с любимым на качелях. Давайте их прогоним отсюда. Давайте попробуем их прогнать отсюда. Эм, ладно. Тебя можно прогнать? Нельзя прогнать. Ну ладно, давайте ждать. Господи, что мы делаем? Мы толкаем качели, где сидит Ада. Где Микки? Так, ладно, давайте ждать. Давайте просто ждать. О, качели освободились. Качели освободились. Давай, качаться. Не-не-не. По помощи типа выполнились или нетушки. Ладно, давайте покачаемся сами. Триталетта, я даже не знаю, как начать, поэтому я спрошу прямо. Ты согласна быть моей девушкой? Просто фантастика. Я верила, что так все и получится. Не думала, что так скоро. Теперь Микки мой парень. Надеюсь, он не обидится на свою девушку, если она его страстно поцелует. Нет, блин, знаешь, он прогонит поганой метлой. Ладно, давайте приступим. Ну, какие у нас там с ним отношения? Понятно. Давайте поцеловать. А, у нас даже этого действия нету, так что давайте мы его добьемся. Все, давайте попробуем. Надеюсь, ты не будешь у нас отказываться браться за руки, как это было раньше. Ладно, давай болтаем, болтаем. Я думаю, на поцелуях у нас быстро повысится отношение. Поехали. Какая прелесть. Какой-то весьма странный поцелуй. Он очень глючный, ну ладно. Ну, это вообще действие парня, скорее, а не девушки. Ну, это очень странно, но ладно. Ну, что, все? Пробуем его поцеловать страстно. Все, это действие у нас заступно. Пробуем. Вау. Э, стоп, а куда... Куда ушел этот длинный поцелуй? Или это какая-то цензура? Я не знаю. Ладно. Виталетта, я бы хотела, чтобы ты взяла эту картину. Она вдохновила меня долгие годы, но теперь у меня есть новый источник вдохновения. Все было просто потрясающе. Свидание получилось великолепным. Жаль, что уже пора домой. И закончилась у нас с вами глава 5. За все это время в пятом углу у меня ни разу не было такого прекрасного, просто обалденного дня. Микки пригласил меня на романтический пикник в парке и попросил стать его девушкой. Мы знакомы всего несколько дней, но я уверена, что встретила наконец парня своей мечты. Может, это и есть любовь с первого взгляда? Ну, не знаю, не знаю, дорогуша. Ну, что, все? Домой типа едем? Ах ты! Ух ты, ах ты! Ну, ладно. Давайте с ним потусим. А, что, типа, домой уже валит? Ну, ладно, давайте валить домой. Это любовь. Сейчас все так хорошо. Надеюсь, больше ничего не случится. Ну, ладно. Живом увидим, как говорится. Но не стоит ничего. Вперед загадывать. Поехали домой. Теперь у нас с Микки отношения лучше, чем с Диланом. Все, едем. Господи, Микки, пожалуйста, не жри эту гадость. Микки, ты дурак. Не жри отравленные хот-доги. Я тебя прошу, ты же сдохнешь, блин. С ума сойти. Это обязательно нужно записать дневник. Теперь Микки, мой парень. Ага, это у нас, интересно, мы вернулись в то же время, с которого мы... Точно, слушайте, это же Симс 2, и тут как бы время, которое мы проводим на общественном участке, оно как бы у нас обратно прибавляется. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Это, конечно, немножко стрельновато. Мы уже езжали все-таки ночью уже. Ну, будем считать, что мы слишком долго ехали на такси, и пока мы ехали, уже наступило утро. Вот так-то. Чего? Как у нас там дела? О, какие у нас ужасные потребности. Ладно, давайте как-нибудь... Да что же, она опять сломалась-то? Я не могу просто. Давайте помоемся. А, ну мы и так уже принимаем пену в ванну. Ладно, все, давай спать. Давай спать, родная, а то бодрость совсем хреновенькая. Ну, кстати, газету нам еще одну принесли, так что это, по сути, как бы следующий день. Так, это у нас не сорняки, это у нас не сорняки. Странно. В любом другом... В любой другой игре Sims 2 уже давно бы появились сорняки. Ладно, неважно. Не будем думать о сорняках. Давайте с вами выспимся хорошенько. Потом помоемся. Потом почистим. Да нет, что ты творишь, господи. Ладно, идемте снова спать. Как-то слишком уж нелогично я поступаю. Ох, я едва могу дойти до ванны, не запыхавшись. А с всех этих ужинов я ужасно растолстела. Пожалуй, приглашу Микки, моего падная, в спортзал свинцовые мышцы, чтобы сбросить килограмм-другой. Ну, ладно. Разнообразие, а так разнообразие. Ладно, давайте... Попробуем починить ту фигню. Очень надеюсь, что у нас все нормально закончится. Очень надеюсь. Ну, все. Хорош спать. С бодростью у нас все замечательно. Господи, пожалуйста, господи. Только не убейся, роднуля. Да что ж такое-то? Слушайте, я не могу. Ладно, давайте перекусим чипсами. Потом мы позвоним. И пригласим Микки в спортзал. Как хорошо, знаете, совсем чуть-чуть общественных участков. И особо не путаешься в них. Ну, серьезно. Точнее, вообще не путаешься. Ой-ой-ой. Стоп, стоп, стоп. Нет, не играю в дартс. Теперь мы знаем, каково это. Звонить. Транспорт. Нет, господи, блин, книгу уже успела схватить. Микки. Ага, отлично, все, молодец, Микки Такси скоро подъедет, отлично Ага, спортзал, свинцовые мышцы Идем сюда Давайте выключим Дурацкую игру играю, я никогда не любила, когда в нее играли, ну ладно Поехали на такси Кстати, заметили, что события следующей главы в этот раз начались намного быстрее, чем они обычно начинаются Это не может не радовать, скажу я вам Ага О, Микки О боже, я в панике Меговые дорожки и у нас есть различные тренажеры для различных групп мышц Мне всегда нравился вот этот, он все-таки универсальный, я любила прожняться на нем Ну и как обычно у нас тут туалет Есть, кстати, джакузи, бассейн, еще один туалет Что у нас наверху, наверху, наверное, скорее всего какая-нибудь еда Не, типа тут негде перекусить О, есть такая вот игруля Это этот пинбол Есть дартс И есть просто такая уютненькая комнатка, где можно расслабиться и почитать книгу Отлично Ну давайте с вами пойдем побегаем на дорожке Я не знаю, Микки будет с нами бегать или нет Ладненько Кстати, по-моему, здесь мы Я не помню уже О, смотрите, смотрите, он бегает, бегает Правда, ты у нас будешь вонять, я думаю, Радуша У нас опять что-то непонятное Как они синхронно упали С потребностями, ну, что-то странное опять Ладно, ускоримся немножко Господи, как хмячки в этом, в колесе Вот серьезно Просто реально О! Ага, Риталетта получает один балл культуры тела Горячая ванна придет мне в порядок Да и всем этим людям с чувствительными носами станет полегче Ну все, хорош бегать И идем в джакузи Кстати, ну не знаю, я бы лучше сходила, приняла в ванную Хотя тут ванной, скорее всего, нет Просто в джакузи это совершенно нелогично Потому что тогда будет ванять саму джакузи Ну да ладно, это так Мысли вслух Да, в джакузи можно еще кое-чем заняться Я думаю, все это прекрасно понимают Но вроде как у нас этого с вами не будет Да, все верно У нас с вами не будет Уж извините за маленький спойлер Что, хочется сказать, гигиена этого поднимется Развлекуха в ванной Интересно, Микки, мой парень, захочет поделить мне спинку? Что-то пока не особо-то он хочет Ладно, ждем Тут так приятно Думаю, я тоже куплю все такое О, вот и Микки пошел Ну, скорее всего, это запрограммированное действие Зато, смотрите, у нас повышается сразу комфорт Гигиена очень медленно И досуг Это очень даже неплохо, скажу я вам Ну что, пообнимашкаемся, не? Давайте побрызгаемся О, нет, это Дима Только не подходи Ну, пожалуйста, не подходи Вот ведь, блин Он сейчас к нам третьим присоединится Я так боюсь этого Вот, блин Вот, блин Ребятки Сейчас будет мясо Сейчас будет мясо, ребята Привет, Риталетто Хотел сказать, что мы чудно привели тогда время Может, сходим с тобой куда-нибудь и сегодня Какого хрена, ребятушки? Какого? Господи Я уже вижу, как злится Микки А, ты нормально это сделан Им брызгается Риталетто О чем говорит этот парень? Что значит чудно провели время? Эй, тебя это не касается Иди лучше домой О, нет О, нет О, господи У меня даже слов нет Эта такая смотрит Уж и стоит такая Переживает непонятно за кого Блин Интересно, кто кого побьет Дилан побил Микки Вот, блин Ну все Сейчас все будет плохо Риталетто Как ты могла со мной так поступить? Я думала, ты надежный человек Аврора была права Ты верьте хвостка Между нами все кончено Нет, на самом деле Это было очевидно Оу Риталетто Он тебе не нужен Твоя тетя мне все о нем рассказала Он тебя не стоит Я здесь ради тебя, Риталетто Только ради тебя Пожалуй, пойду Увидимся Нормально Успокоил и валит Ну, тоже не особо хорошо На самом деле Ну, блин Конечно, разрывы с Микки Очень жалко Ну, хотя, блин О чем она думала Встречаться сразу С двумя парнями Я, конечно, все понимаю Но, блин Ладно Что будем делать дальше? Я Я даже не знаю, что и думать Очень хочу домой Ну Давайте Пойдем Домой Спорт зал Свинцовая мускула Дарит риталете скульптуру И у нас с вами Закончилась глава 6 Как тут не расплакаться? Ведь все было так хорошо Если бы только Микки Дал мне все объяснить Нет Он вышел из себя Просто рвало металл Я ни слова не могла отставить Я не знаю, что мне делать Просто руки опускаются Эх, обидно, печально Че уж там Давайте вернемся домой Нет, только давайте, пожалуйста Не будем прыгать Давайте пока что Пока мы заказываем такси Посмотрим Что делает наш Дилан Или он просто уходит Микки, скорее всего Тоже уже ушел Но получается Что нашим парнем Получается Становится Дилан Раз уж так Он и все Блин, ушел такой в плавках Че нормально В прошлой серии Было свидание В ночнушке В этой серии Эээ Расставание В купальнике Ну Шикарно Нечего сказать Обратите внимание С Микки Отношения у нас Они, конечно, упали Но не до такой степени То есть они почти Как дружеские В принципе Это очень даже неплохо Приехали Едем домой И мы возвращаемся В наш уютный Скромный Домик Эээ Эээ Что он тут Забыл Ребята Скажите Что он тут Забыл Да как это Произошло Как Дилан Попал внутрь Впрочем После того Что случилось С Микки Я вполне могу Воспользоваться Компанией Дилана Да Конечно Не особо Таки хорошего Я сейчас на ней Мнения Ну Это так Господи И какая у нас С вами цель Попробую Очаровать Да Я только что Рассталась с парнем Но ведь Дилан Сказал что Пошел ради меня А это как раз То что мне сейчас Нужно Нет ничего страшного В дверном флирите Ведь так Господи Какая ты еще Девчонка Вот честно тебе скажу Ладно Давайте с вами Напоследок Посмотрим Что нам подарили Это у нас Картина Которую подарил Нам Микки После Нашего За предметы По диагонали Ставить Ну все Возвращаемся В режим жизни И давайте Сейчас ее отправим По всем делам И отправим Сначала В туалет Привет Ритолетта Я хочу Объяснить Что я имела Ввиду Спортзале После выпускного Когда мы Остались И дня Не было Чтобы я Не думала О тебе Только О тебе А Это у нас Да Это у нас Мы уже читали Это Это наша Следующая Цель Можно даже Будет Подать Ужин Например Это будет Салат Давайте Посмотрим Сколько Времени Уже Идет Наша Съемка Ну кстати В принципе Можно еще Три Минуточки Поснимать Хотя бы До Восполнения Наших Подребностей А в Следующей Серии Мы уже Займемся С вами Диланом Ну ладно Я думаю Пока Наши Толета Моется Мы с вами Уже Закончим Серию Дилан Тут у нас Пожирает Наш Салатик Ну кстати У него Манеры Тоже Конечно Не ахти Какие Ну вы Сами Все Видите И Увидимся Мы с вами Уже В Следующей Серии Я Надеюсь Это Будет Очень Даже Скоро О Господи С вами Была Вета Подписывайтесь На Мой Канал Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Ждите Новых Видео По Симс И По Карри Поттеру И Еще По Чему Нибудь Другому Вы Уж Извините Что У меня Так Все Странно Получается С Роликами Ну Что Поделать И Всем Удачи Будем Ждать С Продолжение Истории О Нашей Ритолете Надеюсь У нее Все Будет Хорошо Надеюсь Хоть С Диланом У нее Что-то Получится И Вы Тоже Надеетесь И Всем Пока Пока Друзья Увидимся С вами В следующей Серии Пока Субтитры Субтитры